Можете себе представить, каково мне было? Лечь спать с любимым человеком. Очнуться вновь одному в холодной кровати. За окном, проклятый январь! Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы будем продолжать проходить мою реальность. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Номер четыре была закрыта кучей знаков вопроса, и всё же можно было заметить девящие черты лица. Ещё разок. На чём я остановился? Ах да, номер два. Не все возвраты запускались с необходимыми условиями. Да и возврат или это вообще? Может это параллельные реальности, или... Я не знаю. Я всего лишь жертва обстоятельств. Уж я точно не желал столкнуться с подобным. Буду думать, что всё-таки это возвраты. Так, на чём я остановился? Точно, в этот раз номер один оказалось... Оказался относительно стабильным. И знакомство с номер два прошло по третьему сценарию. Что более-менее благоприятно повлияло на их отношения. А далее мне пришлось идти на опережение сценариев. Правда, не всё прошло удачно. Столкнулся несколько раз с номер два. Хотел убедиться в том, что она стабильна. Потом попытался воздействовать на неё через её мобильник. И если вспомнить, как она выбежала с поезда на Эфилде... Видимо, получилось. Ах да, телефон и связь. Но это вообще отдельная история. Первые возвраты меня сводили с ума, и я... Пытался предупредить людей, которые мне... Вне отрезка. И пазлы. Бесполезно. Любые попытки заявить о предполагаемых событиях в отрезке Эрда... Просто невозможно. Начинаются глюки, срыв восприятия, шумы... И прочая жесть. Однако, я обнаружил, что стандарт мобильных сетей способен передавать информацию событий... Возможного будущего. Но он делал её практически нечитаемой. Тогда я попытался передавать её через интернет, сети. Результат был тот же, однако у меня было больше возможностей. Нужно было просто подобрать наилучшую кодировку. И, помимо прочего, нужно было исключить возможность отследить меня. Ага, я параноик. Я проводил долгие вычисления и занимался поиском нужного оборудования. Среди которых было... Среди которого была куча бредовых... Блять, бредовых вещей. Даже микроволновка. Мне удалось сконструировать особый передатчик, мадам. Который был способен работать на собственной кодировке данных и информации. Таким образом, я научился вливать более-менее читаемую информацию... О возможных событиях. Но возникла ещё одна проблема. Люди вне отрезка отключались. Да, в прямом смысле отключались. Они застревали. Прямо как компьютерные ошибки. Чё с слова. Это вызывало необратимые изменения в отрезке. Обычно происходил откат к R. И боль была дикая. Это дало мне чёткое осознание того факта, что передавать перешифрованную информацию можно только тем, кто связан с возвратами. То есть мне и остальным пазлом. Когда я попробовал отослать сообщение пазлом номер два, номер... Номер один, номер два и номер четыре. У меня всё получилось. Информация была исковеркана, но читаемо. Это стало прорывом в попытках найти фрагмент без возвратов. Я достиг той фазы отчаяния, что был готов даже на жертвование собой, лишь бы это прекратилось. Вот почему. Я не пытаюсь знакомиться с... Знакомиться? С номер четыре. Хоть и понимаю, что это бесполезно. У меня ещё такое предчувствие, что номер четыре это её маманька. Я вынырнул из собственных мыслей и вновь уставился на стену. Что же, смерть от аварии избежать удалось. Знакомство стабильное. Пока что всё идёт по плану. Следующий шаг. Спасти номер четыре. Иначе всё пойдёт коту под хвост. И я... Не смогу. Номер один и номер два. Остаётся рассчитывать только на них. Мною охватила простая, но безумная идея. Блядь, обратно. Максимально перестраивать события отрезка так, чтобы фрагмент не успевал подстраиваться. Может быть, хоть так получится проломать себе путь дальше и разрушить это чёртово колесо санцоры. Эх, почему я один? Почему один помню возвраты? Ведь мы все четыре части одного пазла. А я что, ключевой? Хм, ничего подобного. Я даже поставил себя под номером три. Почему? Потому что я понял, что ничего не решаю. Решают именно номер один и номер два. Но отсутствие их воспоминаний должно же быть объяснение. И мне необходимо его найти. Любой ценой. Любой. И всё-таки, почему их по медь сбрасывается, а моя нет? Должно же быть объяснение этому. Я скрестил руки и стал размышлять. На ум приходило огромное множество вещей. Во-первых, возвраты. Я прекрасно помню первый возврат в Эр. Словно он был вчера. Такое не забудешь. Моя изначальная версия жизни была одной из десятку уже пройденных отрезков. Я познакомился с номером четыре. Мы начали встречаться. Планировали очень много всего. Очень хотели провести время где-нибудь на юге. Понижиться на тёплом песке. Поплавать в кристально чистой водичке. И мы сели на тот проклятый рейс, так же, как номер один и номер два. Между прочим, только спустя несколько десятков возвратов, я смог их вообще там увидеть. Потому как в первый раз я их попросту не помнил. Сначала первые три-четыре часа полёта были нормальными. Потом началась тряска. Затем пропало электричество в салоне. А потом самолёт начал вибрировать и падать. Мы падали вниз на какой-то город. Затем пожар. Пламя охватило большую часть салона. Люди горели и умирали в адских мучениях. Я даже сейчас помню, как моя кожа начала покрываться волдарями от жара. Я прикрывал номер четыре. Чёрт. До сих пор тяжело повторять её имя. До сих пор. Я прикрывал её. Пытался защитить от жара, молясь на чудо. Но мы всё равно погибли. Ну а кто из нас умер первым, я так и не знаю. Я помню только дикий гол, треск, шипение. Мир рассыпался на кусочки, словно это и не мир вовсе. По крайней мере, реальный. Затем, R. Я жил. И впереди целый отрезок, который я успел прожить. В изначальном фрагменте. Я тогда подумал, что я всё-таки умер, и это некое место воспоминаний или вроде того. Потом я стал думать о том, что, возможно, я впал в глубокую кому. Что выжил, и это всё результат сильной травмы. Или литургический сон. Даже думал, что это параллельный мир. Вот только все эти догадки были отложены в долгий ящик. Мир был лжевым. А, мир был живым и настоящим. Я чувствовал и ощущал всё. Поэтому мне было сложно это соотнести со снами. Максимум, другая реальность. Подумывал даже, что, возможно, это второй шанс. Что я действительно вернулся, что мне дали возможность всё исправить. Я решил попробовать. Я точно помнил рейс и не собирался на нём лететь. Но тогда всё произошло немного по-другому. Рейса не было, я даже не дожил до него. В первом возврате, как я предполагаю, номер один и номер два, либо были убиты кем-то между собой, либо они умерли сами. Можете себе представить, каково мне было лечь спать с любимым человеком, а очнуться вновь одному в холодной кровати? За окном, проклятый январь! И снова череда из нескольких месяцев с тем же результатом. Не помню, через сколько возвратов повторилось событие с рейсом. Естественно, я не садился на него. Но... У меня были опасения. Страх. Едва прошло несколько часов с вылета этого рейса, я тогда не спал. Случилось оно. Я называю это аномалией. Похоже на помехи и ряб перед глазами. Часто сопровождается шумом и треском в ушах. Иногда и вовсе беззвучно. Она целиком захватила меня, и я просто растворился в ней. И словно в старом телевизоре, эти помехи стали редеть, возвращая меня обратно, в точку R. Чертовый отрезок, R-D. Кстати о них. Название этих точек я придумал сам. R значит респаун. Ну а D означает дес. Все просто. Вот так я обозначил себе мою жизнь, которая стала бесконечной петлей. Для меня и еще трех бедолаг. Хотя постойте, почему бедолаг? Они-то все забывают о я. Между прочим, аномалия иногда возникает на отрезках. Иногда она просачивается с воспоминаниями предыдущих возвратов. Иногда даже показывает то, что со мной не случалось. А иногда она просто проскакивает без причины. Если закрыть глаза и абстрагироваться, она практически сразу же исчезает. Мне удается вызывать аномалию и у других пазлов. Достаточно попытаться ретранслировать информацию в мобильник пазла через условный сигнал, как они ловят кусочек события будущего. Правда, срабатывает это очень хреново. Я даже иногда задумывался найти аномалии и так называемые баги людей вне отрезка. Все это говорит об одной жуткой теории того, что мы находимся в... матрице. Искусственные симуляции мира, проще говоря. Тогда все это один сплошной эксперимент. Или что? Или мир дал сбой? И что тогда со мной? Так много вопросов. Я за столько возвратов и поисков только смог установить количество пазлов и основные пути к точке, да. Да, иногда генерируется и новое. Но это дело случая. В какой-то из моментов я просто сломался и стал совершать весьма жуткие вещи. Я убивал людей. Людей, что вне отрезка. То есть тех, кто никоим образом не связаны с откатами к точке R. Естественно, их смерти не приводили к возвратам. Я даже иногда... Я даже тогда подумал, а что будет, если уничтожить всех людей, кроме нас четырёх? Конечно, это невозможно, но... Спасло бы это ситуацию. В крайнем случае, продолжить род мы бы точно смогли. Е тихо посмеялся, но тут же снег. Е почему-то задался вопросом. А если мы сможем вырваться из отрезка и доживём счастливо всю жизнь до конца? И умрём естественной смертью? От старости, например. Не повторится ли возврат? Пожалуй, я не хочу об этом думать. В любом случае, это лучше, чем жить вот так. А лучше бы я был в блаженном неведении, чем попал в этот проклятый круг. С момента первого возврата прошло довольно большое количество времени. Хм. А первый ли это бал? Уверен ли я в этом? И ведь действительно, первый ли это был возврат? Разве я могу с уверенностью утверждать, что их не было и намного раньше? Человек на протяжении своей жизни может испытывать доживёв удивительное состояние, когда нам кажется, что событие или ряд действий уже происходил с нами. Но мы не можем соотнести это с каким-то определенным отрезком по времени. Потому что в памяти прошлого он отсутствует. И создается ощущение, будто бы вы на самом деле были в будущем и откатились назад. Это сложно объяснить. Некоторые в шутку говорят, что это эффект сейвлоуд. То есть мы в одной из вариаций будущего погибли или умерли. Или произошел сбой и мир или ваше сознание загрузило последнее сохранение. Последующим стиранием памяти до момента сохранения. Но иногда бывает сбои и кусок памяти просачивается, проскакивая в момент определенного события как доживю. Получается, можно заявить, что мне удалось целиком сломать брешь. И теперь я сохраняю память постоянно. Что могло поспособствовать атому? Я пытался вспомнить свою жизнь до возврата. Ничего особенного. Жил, как и многие, радовался жизни. Веселился с друзьями, учился, общался. Даже ничем таким не увлекался, ни наукой, ни паранормальным, ни фантастикой. Этот вопрос, видимо, никогда не найдет свой ответ. Как и второй вопрос. Почему мы четверо связаны жизнями? Смерть любого из нас приводит к точке R. Сколько я не силился, так и не вспомнил в изначальной жизни этих людей поздоров. Я не был знаком ни с номером один, ни с номером два. С номером четыре я знакомился еще в изначальном фрагменте. И сколько я с ней не общался уже тогда в возвратах, она тоже не была знакома с ними. А значит это таки не маманька. Интересно, кто тогда? Так что же это тогда? Пока я не смогу дать на это ответы. Я не смогу найти выход. Это очевидно. Хватит с меня этих рассуждений. Завтра и без того достаточно напряженный день. И если он будет запорот, я просто устрою себе выходной на ближайшие несколько возвратов. Голова заболела. Сейчас бы глоток чего-нибудь крепкого. Сигарету. И ее. Когда нибудь это все закончится. Я смогу вздохнуть спокойно. вопрос только в том, насколько растяжимы понятия когда-нибудь. Фаза номер три. Тонкий лед. Эм. Что происходит? Что это за место? Я почувствовала, как стою посреди темноты. Поначалу казалось, что мои глаза закрыты, но я отчетливо ощущала что-то не так. Откуда-то издалека повеяло холодком. Я что опять во сне? В глаза хребело так, будто мне в глаза вживили телевизоры, показывающие шумы. Да что со мной? Наркотиков не принимаю, если только их не подсыпали вчера? Я прищурилась, пытаясь разглядеть это место. Что она тут делает? Или мои глаза привыкли, или здесь стало немного светлее. Это место было похоже на заброшенный подземный подвал? Парковку? Подземный подвал? А снадземный подвал? Да все-таки похоже на парковку. Как я здесь ощутилась? Ах да, это же сон. Впрочем, разве так часто удается осознавать себя во сне? Не думаю. О таком наверняка мечтал каждый. Ведь во снах ты можешь творить все что угодно. Ага. И произойти может что угодно. Например, как вчерашний сон. Забелла? Испытывать судьбу и свои нервы? Нет уж, спасибо. Надо попробовать проснуться. А вот выйдет у нее проснуться или нет, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»